Здравствуйте! Сегодня 1 марта и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру На утренних торгах в пятницу европейская валюта пользовалась спросом на фоне покупок евро со стороны швейцарского национального банка. Курс евро начал расти от азиатского минимума, достигнув в концу европейской сессии уровня 1.3628. Попытки продавцов европейской валюты вновь начать на этом уровне распродажу евро успеха не имели. Пара совершила откат до уровня 1.3550, однако тут же восстановилась на публикации США негативных данных по продажам жилья на вторичном рынке. Рост пары евро-доллар усилился, когда стало известно, что Германия планирует оказать Греции финансовую помощь в размере 25 миллиардов евро. На фоне этого сообщения пара достигла максимума на уровне 1.3683. Пара все еще остается в пределах коррекции к предыдущему нисходящему движению. На сегодня предполагаем продолжение подъема пары к целевым уровням 1.3683, 1.3745 и 1.3788. Британский фунт начал пятничные торги в узком ценовом диапазоне. Публикация данных по ВВП Британии за четвертый квартал лучше прогнозов экономистов, помогла фунту начать подъем и установить максимум на отметке 1.5319. Но первоначальная положительная реакция рынка на эти данные обернулась дальнейшими продажами, когда стало известно, что годовые показатели ВВП были пересмотрены в сторону понижения. Пара фунт-доллар резко снизилась, установив новый 9-месячный минимум на уровне 1.5152. Однако здесь активизировались покупатели, получив поддержку от опубликованного индекса активности в сфере услуг, значительно превышившего прогноз экономистов. Пара начала восстанавливать дневные потери, вернувшись к концу дня к ценам открытия. Но сегодня предполагаем продолжение подъема пары целевым уровням 1.5267, 1.5319 и 1.5418. Сегодня выходит довольно много экономических новостей. Великобритания опубликует данные по ипотечному кредитованию, а также количеству денежных средств в обращении. Уровень безработицы будет опубликован в Еврозоне. Аналитики предполагают увеличение количества безработных в регионе. В США выходят данные по личным доходам и расходам населения, а также индекс расходов на потребление. Кроме этого, будут опубликованы расходы на строительство, которые, вероятно, покажут положительную динамику по сравнению с предыдущим периодом. Уровень деловой активности в производственном секторе будет опубликован в Германии, Великобритании, Еврозоне и в США. Этот показатель ожидается на прежнем уровне во всех регионах, кроме США, где экономисты прогнозируют снижение индекса. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс!